Юстиция. И сейчас выяснилось, что здравоохранение у нас, вот эта эпидемия высветила ситуацию образования. И вот, пожалуй, и все. И больше не надо лезть в другие, в геополитические какие-то. Идем мы в НАТО, или мы вступаем в Евразийский союз, или летим на Луну, там все молдаване. То есть не надо этим заниматься. Надо решать наши внутренние проблемы. И тут должны договориться депутаты в следующем парламенте, вот по этому общему знаменателю. И президент, он должен выступить в этой всей истории в роли такого... У нас в Конституции нет модератора, как в Румынии, но как такой здравомыслящий человек, который поможет договориться депутатам в парламенте и будет сотрудничать и с парламентом, и с правительством. Это кого вы имеете в виду? Президентом Айсанду, конечно. А кто у нас президент? Угу. А то есть президент должен выступать в модераторе? Нет, сейчас мы наблюдаем, к сожалению, у партии Айсанду, не знаю, что у нее, вот желание как бы все подмять под себя. Есть у них такое желание построить свою пирамиду. То есть они уже так между собой говорят, что мы возьмем большинство, сами всем будем рулить и в парламенте, и в правительстве. Это не узурпация власти? Это все как бы по закону будет делаться. Мы там разобрались с Плохотнюком, мы съели Андрея и Анастасии, мы сейчас разберемся с Додоном Шором, на десерт мы съедим усата. Вот у них есть такие высокомерные, что ли, пренебрежительные настроения. Но им придется, я думаю, жизнь заставит их от этого отказаться. И, например, история с похищением украинского суди, она уже как бы заставляет смотреть немножко по-другому на жизнь.